Здравствуйте, ребята! Решил я сделать антенну на 145 и на 430. Ну, там находилось много элементов разных, многоэлементных антенн. Но я решил попробовать первый раз сделать антенну на УКВ 4 на 4. То есть 4 элемента на 144 или на 145 и 4 элемента на 430. Значит, у меня после ремонта остались вот такие вот пластиковые трубы. И металлопластиковые трубы. И остались у меня также вот эти клипсы, как и на крепление. Вот для вот этой трубы, вот они, видите? О, видите как. И для вот этой трубы. Ну, я так, значит, подумал, думаю, конечно, можно было бы вот эту маленькую, тоненькую трубу, маленькие клипсы использовать на 430 МГц. Потому что там коротенькие эти вибраторы, коротенькие директоры, эти все рефлекторы, они коротенькие. Значит, они бы на таком бы вот удержались. Ну, тут можно потом закреплять. Ну, что-то я так посмотрел в интернете, аж, прежде чем делать, я посмотрел, значит, делают вот примерно вот с таких. И это будет легче сделать и сверлить, и все. Так что, поэтому я, значит, чтобы, потому что там будет двойная же антенна, поэтому решил я вот все-таки вот это сделать. Значит, что у меня сегодня так немножко не получилось. Я посмотрел, значит, что там рассказывают. Значит, надо взять, ну, пруток алюминиевый, 4 мм. Я пошел сегодня, ну, думаю, где его взять, у меня его нету, трубок нету алюминиевых. Хотя там мне сказали, где-то есть там трубки продаются, но там это, как бы, далековато туда ехать пока. Вот, и, значит, я что решил, думаю, пойду-ка я на рынок, на рынок, и в этих магазинах, вот этих, которые, ну, продают электропроводку, и там посмотрю, вот этот провод, чтобы толстый был, 4 мм. Ну, походил, походил, значит, и нигде я не нашел. Вот, в одного, второго, третьего спросил, нету таких, такого провода толстого, чтобы 4 мм быть. В одном зашел там какие-то тоненькие, а в один зашел, говорю, мне нужен вот одинарный алюминиевый провод, ну, чтобы 4 мм. Я в такой не понимаю, я знаю так, там, как он сказал, 6 квадратов, там, 10 квадратов, 2,5 квадратов, в миллиметрах я не знаю. Вот, поэтому я говорю, ну, покажи мне хоть что-то такое. Он говорит, нет у меня одинарного, только есть двойной, ну, сдвоенный. Я говорю, ну, какая разница, две жилы, чтобы было, пускай две жилы будет, ну, чтобы он был толстый. Ну, вот, вот такой вот у меня есть, говорит, две жилы. Что ты мне голову морочишь, одинарный это? Ну, мне по одинарной лучше было брать, вот, ну, это, там, замерять, отрезать, но не в этом дело, ладно. Значит, пошли мы с ним в склад туда, в это самое, он мне показал, вот, вот это вот, самый толстый такой провод. Я говорю, а сколько померить? Не знаю, не морозь мне голову, у меня люди ждут там, тогда, тыры-пыры, расты-пыры, вот. Ну, короче, я, это, к нему, пошел в другой магазин, походил, но потом все-таки пришлось мне вернуться к этому, и, это, как говорится, у него купить этот двойной провод, ну, принес я, вот, я взял два метра, ну, теперь немножко, как бы, жалею, что два метра, надо было взять три метра, вот, я говорю, дай мне два двадцать, а я так не продаю, только по метрам, ну, говорю, давай два метра, надо было три метра брать. В общем, я вот такой провод купил, должен, и сейчас вам поближе покажу. Вот она, видите, такая у меня пластиковая труба и металлопластика, и вот эти вот же, эти крепления, ну, кто занимается этим, вот они, видите, какие, сюда вот крепления, и вот сюда, и вот сюда, и вот тут такое, вон, видите. Ну, я же говорю, что, если бы делать просто антенну на 430, то можно, конечно, было бы и вот этот, вот этот используется, он маленький, элементики там, маленькие, под 30 сантиметров, вот такие элементики, они вполне удержались бы здесь, для того, чтобы уменьшить, как говорится, вес самой антенны. Ну, на нет, как говорится, и нет, вот, а здесь вот какой, видите, большой, поэтому, вот с таких придется мне делать, но дело в том, что вот это надо будет, значит, вот это вот, боковушечку надо будет, чтобы лучше сверлить, надо будет ее сточить, вот, это, это, наверное, придется оставить, чтобы вот так, направление сверла было получше, вот оно, вот такое вот, вот посмотрим, как, потренируемся, посмотрим, значит, что у меня получается, вот что у меня получается, вот такой вот, вот такой вот он, этот кабель двухжильный, вот они, жилки, я уже зачистил, пробовал, значит, получается вот что, толщина ну как там говорят что антенну надо сделать из 4 ну 4 миллиметров ну нету не нашел потом придется вот такой вот сделать конечно на 430 может быть вы и вот этот прошел бы провод потоньше но дело в том что чем толще будут диаметр больше этих элементов тем она будет шире шире диапазон у нее будет как бы ну частотный шире шире диапазон чем тоньше эти элементы тем уже будет частотный диапазон это это антенна ну какое есть такое есть значит чтобы сейчас я померю значит вам покажу так ну здесь я мерил у меня получается 3 миллиметра потом уже начали с заварить он уже там приходит значит 3 и 3 1 миллиметра сейчас вот я вот она видите 3 1 миллиметр толщина вот этой вот жилы 3 1 миллиметр вот а сверло у меня вот это вот сверло получается 3 4 3 и 4 десятых вот сейчас мы обнулим 3 3 3 4 когда как она покажет но пластмассовый этот немножко там прогибается но не в этом дело дело в том что немножко она не свободно часа что хочу сделать я хочу сейчас вот этот ножом значит что я сделаю возьму этот кабель и кабель вот это вот провод весь распущу до вот этого жилы чтобы их очистить от изоляции вот эти еще проводники были чище обчищены от изоляции камеру камеру включил вернее не включил а вам рассказываю в общем прошло с немножко меня взять этот кабель кабель вот так вот две жилы две жилы вот это черная изоляция как я показывал и она так легко вот в середину так вставляешь и легко аккуратненько на ножом раз 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 и все это разрезал эту оболочку внешнюю вот она видите внешняя оболочка она насколько она прочная на что-то можно будет привязать хозяйстве пригодится вот и получил размер 2 таких вот жилки жилы провода конечно тоненький тоненький понятно что 4 миллиметровый бы конечно был бы по пожестче ну какой есть такое такое буду делать значит мне надо начинать директор директор будет по моему метр шестнадцать надо будет сейчас сейчас посмотреть а вот что я хочу обрезать и тогда нарежу длин длинный как я мне надо и поснимаю вот это вот тоже поснимаю вот эту вторую оболочку же которая непосредственно со на самом проволоке и тогда буду элементики может сразу подгонять буду может надо надо наверно лучше попробовать не сверло просверлить где-то каком-то и попробовать это как она будет держаться эта проволока тут или же я завтра тогда завтра пойду мне все равно еще придется метр метр такого кабеля купить вот и куплю тогда я уже сверло если не будет на 1 и 3 значит на 3 миллиметра или на два посмотрю насколько там будет свитро свитро сверло какое будет ближайшие вот так вроде и одинаково ну ладно в общем сейчас посмотрю и буду буду нарезать чуть чуть длиннее что для того чтобы потом их значит укорачивать и делать такой длины как нужно вот я отрезал значит первый элементом метр шестнадцать вот такой вот знаете как-то в оболочке пока оболочку не снимал вроде как-то он был еще оболочку снял вообще вот видите как пляшет гнется но дело в том что я же это будет если ну так вот его не на ветру где-то так держать и выронять эти все элементики подровнять можно на антенне посмотреть и они будут как бы нормально нашу прогинаться 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 чего не будут прогинаться если я буду использовать вертикальную поляризацию то они не будут прогибаться значит самое главное них в этом выровнять и все сейчас я их нарежу вот и подгоню по размеру значит там как как советовали вот такой вот такой рулеткой не пользоваться ну трубы меня нету больше метров не буду же мерить этим метром который меряют эти портные есть имеющих метр там как от сантиметр называется да так тут у нас получается 100 метр 16 и и 2 миллиметра ну как раз под это чуть-чуть подтесать подровнять и будет как раз хорошо это значит у нас будет один элемент а я сказал забыл я же не 4 а а 3 элемента на на этот самый на 144 и 4 элемента на 430 такие вот но я думаю в комнате в комнате в окно я попробую все таки эту антенку загнется на там не сильно она будет ладно значит теперь шо мне задача наверно все таки не получится у меня ладно сейчас я дрельку возьму попробую просверлить как она будет вот это в этом че 3 3 миллиметра 3.4 или 3.3 как она будет держаться взяла пластиковую трубу вот и просверлил этим отверстием что 3.4 3.3 миллиметра лучше попробовать и получается вот что видите свободно было свободно это все вращается значит шо сейчас я нарежу значит нарежу этих элементов таких каких каких сколько че очищаю папа подровняю их вот а завтра уже тогда если надо еще пойду провод докуплю вот и сверло обязательно возьму на 3 миллиметра потому что видите это свободного болтается это ну что ну в принципе то можно конечно в этом она будет потом каким-то образом там его клянить на зачем это нужно пойду я лучше куплю сверло да и все правильно правильно ну вот как говорится их живее кучись я я с проволочек вот этих ножом срезал вот эти вот оболочку акации связать не надо и просто так вот взял кончик чуть-чуть сделай потянул его какие получились у меня три три трубки но одну испортно так было было 4 трубочки может куда-то куда-то для чего-то изолировать и прогодятся трубки такие хорошие трубочки так что я надо будет потом их куда-то может быть пригодятся использовать хорошие трубочки заберет изоляции ладно так вот значит я нарезал 3 3 значит 3 прутика получилось у меня нарезана на 3 элемента на 144 это метр шестнадцать девятьсот восемьдесят девять и восемьсот девяносто вот они три штучки тут только надо краешки чуть подчафанить подчафанить так и значит что и получилось у меня три элемента на на 430 значит для одного элемента меня не хватает буквально чуть-чуть вот так вот сейчас это дороже так беру ножом чтоб ровненько получалось а вот так ножом надрезаю как бы как будто это пилочка так вот и оно получается очень ровно если ровно отметил начать ровно и получается отламывается очень ровно так вот берешь его и чуть-чуть раз раз два три четыре и так она и отламывается и получается ровненький здесь кончик почти чуть-чуть чуть-чуть вот так на перечку подровнять и все и значит у меня что получается получается вот что у меня три три элемента на на 430 значит ну что что а такой кусочек из двух метров такой кусочек остался сколько тут сантиметров одиннадцать двенадцать сантиметров на 12 сантиметров значит бы еще еще мне 20 сантиметров да да даже меньше в общем не пойду и вернее завтра пойду сверло брать покупать а по провод я не буду кабель брать потому что 16 метров на дороге не через 16 16 рублей не из одного элемента значит я не буду покупать вот а что-нибудь я придумаю если поставлю там как они значит на вот эти вот штуки сделаю а потом если если мне надо будет один элемент добавить я просто там меточку поставлю чуть длиннее вот эту сделаю трубку чуть длиннее и метку и если мне надо я возьму так вот его раз и все элемент будет четвертый готовый значит ну пока не ну что понятно да вот завтра мы будем продолжать продолжать будем вот эти вот сверлить вставлять и что-то мудрить как же его там запитать ладно ребята вот так вот значит подготовил я и все ждем ждем завтрашнего дня вот ребята для вас прошли секунды а для меня целые сутки прошли и сегодня я сходил как я вчера говорил садил мазин ну не стал я покупать и такой вот еще еще платить деньги за этот за кабель который вот такие вот 3 3 и одна десятая миллиметра получились прутки у меня это сильно очень тоненькие я жарю такие что ну ладно уже какие есть то есть то есть тех и буду делать значит и прикупил я сегодня вот сколько сверл сколько сверл смотрите расщедрился и сверл купил не стал кабель покупать этот где-то там я найду вся кусочек проволоки или какую-то спицу ставлю туда велосипедную вот главное мне сама попробовать эффект как как она получится это на как она будет работать и как я смогу это все делать и осуществлять а там будет видно значит на пиво набрал сколько сверл видите целую компанию я на разошел мазин дайте мне сверлу близких трем миллиметрам начну шум чтоб мне сверлить вот эту вот штуку вот это крепление труб труб трубы пластиковые чтобы его сверлить и сюда загонять вот эти вот спицы вот эти вот сюда они спицы а прутки сюда вот значит ну и там начали от двух думаю все равно эти сверла покупать когда-то они такие мелкие часто ломаются значит как-то возьмешь одно оно поломалось или как потом начинаешь затачивать ну расщедрился взял вместо этого вот это и еще взял я такую палку длинную такую от швабры там были деревянные такие как раз вот это вот вот эта вот штука садится туда и деревянные были и такие знаете как-то металлические они чем-то такие легенькие легенькие я не замерял какая длина вот ну в общем думаю думаю пригодится вот надо будет это еще купить этот кабель чтобы потолще был где-то миллиметра 4 5 там даже или даже может шестерка начну это все будет потом когда-то вот посмотрю а я также у себя эти самые ну ремонт трубы проводил и такие кусочки вот поставали светил такой вот вот проба пробочка осталась заглушка и это этот самый муфточка такая думаю если буду делать то видите такой изогнутый вот она думаю на этот чуть длинню тогда чтобы сюда ну саму антенну это как бум или как траверс или как она там называется и вот такую еще штуку нашел думаю сюда так вот припаяю впаяю и вот видите какой то получается так будет если допустим на поле на полевой день выходить в поле то вот такого таким вот образом поймать его держать руку будет очень удобно вот так вот не очень удобно вот по 90 градусов по 45 градусов будет будем ловить что-то будем ловить так что это все пригодится вот а сейчас я значит что это все у меня готово значит следующий раз до завтра может быть я начну уже делать непосредственно антенну вот а сейчас у меня такая будет задача вот это найти подобрать такой сверлышко вот чтобы чтобы вот этот вот вот эти все 3 1 миллиметра чтобы туда так тугенько тугенько входили поэтому сейчас я вот этими сверлами будут будут сверлить и подбирать пока благодаря всех за внимание ребята удачных всем связей дальних связей 73ска